доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшая веселейшая прекраснейшая утро 11 тв то да кто не знал что сегодня 11 тв то вы думали что сегодня всего лишь 15 декабря но нет сегодня 15 декабря и 11 тв то это прекрасно когда есть выбор когда ты можешь выбирать ты живешь где в одиннадцатом тв то или в пятнадцатом декабря хорошо значит двигаемся дальше рыбы такую дал интересную идею я думаю что это новая будет для большинства идея и кроме того что вы находитесь в 11 тв то сегодня мы узнаем следующую вещь что написано так в 1951 год мы последнее поколение изгнания и первое нового века значит что произошло в пятьдесят первом году многие не знают в пятьдесят первом году последней любое стир finishes он стал ребят то есть 7 реды в любое участие он стал рыбы в 51 году и первая мы последнее поколение изгнание и первого нового века ещё что было пятьдесят первом году это было три года со дня основания восстановления государства израиль в том же месте где она было на протяжении когда Яаков по имени Исраэль, та недельная глава, которую мы сейчас читаем Яаков получил от Бога имя Исраэль и он сказал своим детям, которые Йосефу он говорит, похороните меня в Израиле он говорит, похороните меня в Эрец Кнаан он тогда называл эту землю земля Кнаан, а когда его там похоронили это стала Эрец Исраэль, земля Израиля и говорит, похороните меня там и Бог вас вернет в эту землю, сказал Яаков вот помните, Бог вас, вы сейчас побудете здесь в Египте в изгнании и потом в эту землю вас Бог вернет и это было когда 4000 лет назад, потом евреи там жили, жили, жили и последние 2000 лет были в изгнании тоже тоже как в египетском изгнании и в 48 году опять после 2000-летнего перерыва возникло государство Израиль, какое чудо мы видели своими, ну мы не видели своими глазами, я родился в 73 году мы о нем знаем а 51-й год на небе был какой-то другой еще знаковый момент то есть 48-й, 51-й, это же рядышком и написано, что это началось 51-й год, началось поколение нового века 67-й год дует мощный ветер возвращения я слышу звук рога великого овна души юных готовятся к приходу Машеха это сказал Рейбе, давайте разберемся 67-й год, это была шестидневная война когда все-все арабские страны напали на Израиль и Всевышний сделал явное чудо то есть война закончилась за 6 дней до этого я недавно читал в течение где-то месяца я не помню, кто был тогда в Египте президентом но он говорил вообще что это Израиль в какой гостинице они остановились там вообще вот такой вот, не видно на карте мы Египет самолеты, танки вооруженные Советским Союзом Советский Союз поставлял вооружение в Египет значит вокруг все эти Сирия, Ирак, Иран все значит вокруг Иордания все страны собрались и месяц они нагнетают перекрыли пролив там все то есть мы сейчас нападем на Израиль короче они прям уже армии подогнали такие знаете сгущаются сгущаются армии в Израиле вообще паника просто реальная паника все не знают что делать представляете все это ну они говорят мы вас уничтожим не просто мы вас там захватим мы вас уничтожим сотрем с лица земли вообще не будет ни одного еврея здесь и евреи значит и тут шестидневная война за шесть дней дошла израильская армия до Каира вообще весь мир в шоке все в шоке это было чудо которое сделал Всевышний 67 год и говорит Любович стеребе дует мощный ветер возвращения тшувы возвращение имеется ввиду это же русский язык а он имел ввиду тшува возвращение к Богу потому что все люди у которых были открыты глаза, мозги и души они поняли что это чудеса Всевышнего возвращение Израиля народа Израиля после двухтысячелетнего изгнания в Израиль это чудо это уже начало избавления это как было вот исход из Египта дальше то что Израиль выстоял в войне за независимость против всех вокруг государств чудо то что Израиль значит 67 год чудо и значит Всевышний делает чудеса для народа Израиля и идет ветер возвращения имеется ввиду люди возвращаются к Богу я слышу звук рога Великого Овна значит есть что перед приходом Машеха будут рубить в Шафар Шафар это как рог Великого Овна и значит души юных готовятся к приходу Машеха все все которые живые готовятся к приходу Машеха 90 год время человечества согласно традиции разделено на 6 тысячелетия по 6 дням творения значит как мы знаем сейчас у нас 577 по-моему 7 год 577 год и значит если я не ошибаюсь но это 6 конец 6 тысячелетия и день когда Бог сотворял мир был день 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 и потом шаббат и в 6 день был сотворен человек и в 6 день значит а потом начался седьмой день шаббат так вот получается что 5772 значит получается что 6 тысячелетие это как 6 день и вот 90 год если взять разбить 6 тысячелетие это был 5751 год это октябрь 90 сентябрь 91 соответствует полдню 6 дня и открывает совершенно новую эру в полдень в пятницу мы начинаем готовиться к седьмому дню все чудеса которые предстоит увидеть в этом году лихорадочная подготовка природы ко времени вне времени мы войдем в то что мудрецы назвали эрой Машиаха то есть с 90 года а давайте-ка посмотрим что было в 90 году то есть 90 год это как полдень полдень последнего 6 тысячелетия 6 дня перед шаббатом уже начинаются все как бы шаббат начинает действовать а что было в 90 году помните ну как же распался Советский Союз СССР числовое значение слова СССР такое же как у слова Мицраем Едипет 70 лет была такая страна которую называли очень была она похожа на Едипет какой был в Едипте был один из признаков Едипта что из него нельзя было убежать и то есть были границы перекрыты очень было жестко сложно попасть вовнутрь еще сложнее выйти оттуда и Советского Союза точно так же сложно было попасть в Советский Союз но выехать оттуда можно было только убежать и в 90 году эти границы рухнули и все евреи Советского Союза большая часть евреев вышли на свободу уехали в Израиль и открылись границы Советский Союз сейчас 90 год начало эры прихода Машиаха правильно правильно теперь значит это то что любая часть рэба такая идея для размышления теперь дальше двигаемся дальше мы приходим к отрывок сегодняшней последней недельной главы книги Берешит в начале и глава Ваехи Жил Яков значит и читаем мы читаем мы отрывок Ваекра Яков Эльбанав позвал Яков он уже приблизился к смерти он благословил уже Юсефа благословил его сыновей и теперь он позвал всех остальных сыновей своих кто помнит сколько было сыновей у Якова все помнят что было у него 12 сыновей значит позвал он всех своих сыновей значит позвал В и сказал Асву он говорит собирайтесь Он говорит собирайтесь и скажу я вам то что случится с вами Бахарит и Амим в конце дней он хотел им как раз сказать когда придет Машех он хотел им это сказать когда придет Машех все что произойдет в конце дней хотел им это описать пророчество я поведаю говорит устная Тора Раша от имени Медраж Берешит Раба говорит так он желал раскрыть конец срок конечного избавления но Шхина божественное присутствие устранилось от него и он стал говорить другое то есть он хотел им открыть это и у него и перекрыло ему видение все божественное присутствие Бог не хотел чтобы мы если бы мы точно читали бы и знали бы что Машех придет в 2022 году то что все поколения до этого опустили бы рут и сказали бы ну чего ждать там в 2022 году придет Машех а по каместе мы ну будем тогда отдыхать и пошли во все тяжкие он же все равно придет придет теперь Яков не открыл поэтому Машеха ждали ждали некоторые думали что он пришел 2000 лет назад сказали что значит Йошуа Машех некоторые сказали нет он не Машех должно же что-то измениться в мире после его прихода а что изменилось ничего не изменилось значит когда Машех придет это уже вступает шабатное тысячелетие шабат можно принять на себя раньше в принципе шабат можно принять раньше но вот как раз мы сейчас приближаемся максимальный срок это 7 тысячелетие сейчас 5772 год значит максимум осталось 228 лет максимум но шабат можно принять на себя раньше чуть-чуть поэтому может Машех прийти в этом году в следующем еще еще но максимум 2020 осталось 2028 лет 228 лет осталось максимум значит он их собрал хотел им это открыть но божественное присутствие его покинуло поэтому он им сказал и копцу собирайтесь он сказал им собирайтесь вешиму бнеис яаков собирайтесь и слушайте сыновья яакова вешиму элисраэля вихем и слушайте Исраэля вашего папу значит есть на это на это есть тоже я слышал от Равицкой Казильбера зацаль такой вот комментарий что он им сказал если вы хотите дожить до этого момента когда придет Машех вы должны собираться вместе и слушайте Исраэля вашего папу что это значит это значит говорите Шма-Исраэль слушай Израэль это значит очень важная важнейшая часть еврейской жизни это молитва Шма-Исраэль и Шма-Исраэль и второе что значит слушать Исраэля это изучать Тору вот мы сейчас собрались и мы слушаем кого мы слушаем Исраэля потому что когда мы читаем в Торе то что говорил Яаков про отец наш Якова Вину, которого звали Исраэль, то мы как раз и выполняем то, что он сказал своим детям 4 тысячи лет назад. Он им говорит, и к обцу собирайтесь, вы шибу мне Яков, и слушайте сыновья Якова. Вы шиму или Исраэль Авихем, слушайте Исраэля вашего папу. И дальше он начал их благословлять, так как их было перед ним 12 сыновей. Он говорит, Реувен. И каждому он сказал сущность его личности. То есть есть различные типы личности. Вот каждый человек, он отличается от другого. Но есть типажи, есть разные типологии. Если я очень люблю типологию, там есть простая, экстраверт, интроверт, хорошо. Есть типология, это типы психики, например. Есть типология Ицкакадизес, там предприниматель, производитель, администратор, интегратор. Есть соционика, типы соционические типы. То есть есть типажи психики. И есть 12 колен, которые были архетипы. Это типы психики в еврейском народе, но, наверное, и, в принципе, во всем мире. И вот он им, каждому из них, говорит о нем. Значит, он говорит Реувену. Реувен, бхори. Реувен, он говорит. Ты первенец мой. Атаку хива решит они. Ты, говорит, сила моя. И начало моей мощи. Сет в етер ос. Он говорит. У тебя потенциал вверх, подниматься вверх. Вверх достоинства. То есть ты должен был быть коин, священник. И етер ос. И много у тебя вверх могущества. Он говорит. Это у тебя потенциал такой. Реувена у первенца. А что говорит дальше-то? И дальше он ему говорит то, что ему помешало, то, что ему помешало, ему, Реувену, реализовать этот потенциал. Обычно то, что мешает. Пахас камаем эль тотар. Он говорит. Ты неудержим, как вода. Теолита, мешквей, авиха. Ты, значит, и приводят пример, где это произошло, что ты поднялся на ложе отца твоего. И лальта и цуэй ала. И ты его хулил. Значит, как было дело? Реувен, который должен был, он по рождению, он был первенец, потенциал у него был самый большой. Но он спешил, как вода. И он, когда умерла Рахель, и Яков перенес свою кровать в шатер Билии, дочь служанки Рахели, а не в шатер Леи, мамы Якова, мамы Реувена. Реувен вспылил, пришел и забрал кровать отца и насильно ее перенес в комнату своей мамы. В шатер своей мамы. Яков за это ему сказал, ты вообще как? Ты все-таки сын, а я отец. Как ты можешь так делать? И он его за это отодвинул, да, можно сказать. И он говорит, ты не можешь вот эти твои эмоциональные всплески, твои эмоциональные там проявления. Он говорит, нет, этим ты потерял тот потенциал, который в тебе был. Хочешь быть царем или священником, тобой не должны управлять эмоциональные порывы. Все. Нельзя быть как быстрым, как вода, вспылил, вскипел в этот самый. Значит, Реувену он объяснил, что был у тебя потенциал, но ты его потерял. Дальше следующие идут по порядку сыновья Шимон и Леви. Это сыновья Леи. И он им говорит следующее. Он им говорит, Шимон и Леви, братья, оружие, значит, оружие, злостные их мечи. Он им говорит, ребята, ну он не говорит, ребята, я сейчас простым языком. Он им сказал то, что здесь написано. Он им говорит, помните, что вы сделали в шхеме, когда украли вашу сестру Дину? Пока я думал, как правильно поступить, пока я размышлял, вы взяли, пошли и вырезали целый город. Вот, вдвоем, Шимон и Леви, братья, сыновья Якова. И он им говорит, злостное ваше оружие, говорит он им, да? Бесадам аль того навши, и пусть не войдет моя душа с вами в одно целое. Потому что в гневе вы убили мужа, аргуиш, убили человека, уберется нам и крушор. И вы хотели выкорчевать быка. Кого они хотели выкорчевать? Когда братья судили и хотели убить Юсефа, то у них голоса разделились. Руэн, старший сын, он сказал, не убивайте его, я против. Иуда сказал, давай его продадим. И в конце концов его продали. А Шимон и Леви хотели его убить. И он, Яков это увидел в пророчестве, он им говорит, смотрите, у вас есть это качество, гневливость, качество, качество воинов, да, таких воинов. Но ваш гнев и жестокость, это то, что вам мешает. И, значит, и он им говорит, я с вами не хочу входить в сговор. Это пророчество, там дальше было две ситуации, когда глава колена Шимона, Зимри, Бен Салуа, привел дочку, привел медианитянку в ладере евреев. И, значит, его потом убил Пинхас. Кстати, Пинхас это был из колена Леви. И когда шло перечисление имен, кто он был, глава колена Шимона, но не было сказано Шимона, сына Якова. Яков сказал, я не хочу с вами соединяться, да. Вы иногда такие поступки совершаете, с которыми мне стыдно, что вы от меня. Это он им сказал как бы в пророчестве. И второе он ему сказал, второй был поступок, когда Корах восстал на Маше Рабей. Ну, Корах это был тоже из колена Леви. И тоже сказано Корах, не сказано сын такого, сын Леви. И не сказано Леви сын Якова. То есть, это то, что здесь вот в этом месте зашифровано. Яков сказал, что из-за вот этих своих качеств, гневливость и воинственность, вы будете иногда совершать очень большие проступки. И что он им дальше сказал? Он сказал так, он не хотел, как сформулировано в Торе, смотрите. Он им сказал, арур апам, проклят ваш гнев. То есть, он же не мог сказать своим сыновьям, что, ну, ничего плохого. Но качество он проклял. Он говорит, проклят ваш гнев. Он им говорит, из-за того, что у вас присутствует вот сильно вот это качество, гневливость и воинственность, вы будете рассеяны среди сыновей Израиля. То есть, когда евреи зашли в Египет, из Египта вышли и зашли в землю Израиля, то колено леви не получило землю в Израиле. Колено леви – это было колено священников. И они ходили, им все отдавали маосер, но земли у них как таковой не было. Они селились вокруг городов. Это было колено священников. Они были распределены по всему Израилю среди всех колен. А колено Шимона тоже у них не было своей земли. Они были учителями, писали мезузы. То есть, они были рассеяны между коленами. Почему? Потому что, когда они были вместе, они очень воинственные. Они прямо, ну, невероятно такие воинственные и гневливые. Яков сказал, что вот у вас сила эта есть, но интересно, что колено Шимона, оно не сохранилось. А колено леви, колено священников, левиты, они сохранились до сих пор. Есть вот все левин там и так далее, это колено леви. И они все-таки, они больше свой гнев направили на ревность за Всевышнего. То есть, они такие были ваххабиты, да, Лявдиль, ну, то есть, чтобы разделить. Они воевали за Бога. Когда Машер Абейну сказал, что те, кто служили идолами, их надо уничтожить, он сказал, кто за Бога со мной. И колено леви все пришли, достали меч и не щадили никого. То есть, если ей дало поклонник, они его вырезали. То есть, колено леви, оно было такое, джихадисты такие, да. Но Яков сказал, что проклят ваш гнев. И он подошел к Иуде. К Иуде он подошел, четвертый сын, и он говорит, а вот ты, говорит Иуда, Иуда, а та я духа, тебя восхвалят братья твои, и будет твоя рука на затылке твоих врагов. То есть, это как раз он предсказывал, что из колена Иуда будет Давид Амелых, царь Давид. То есть, он будет воин за Всевышнего. И поклоняться тебе, Бнеавиха, все сыновья твоего папы. Он Иуду поставил над ними царем. Да, колено священников было воинами. То есть, в то время у них было это качество. И они воевали за Всевышнего. То есть, потом, знаете как, это же архетипы. Тора это архетип того, что будет дальше со всем мирозданием. И колено Леви. То есть, получилось так, что у каждого человека есть его позитивные качества, есть его негативные качества. И вопрос в том, как он эти качества, куда он их направит, намерения. Есть известное в Талмуде целое исследование на тему судьбы. И там, итогом этого исследования является следующее. Что у человека есть предрасположенность к чему-то. Например, у кого-то есть предрасположенность проливать кровь. Он должен кого-то резать. Вот у него это судьба его. Вот он родился под какой-то кровавой судьбой. Но у него полная свобода выбора. Он может стать хирургом. Хирург спасает жизни. Он проливает кровь больных. Но он спасает жизни. Он может стать шохитом. Шохит, он режет животных, чтобы кормить людей. Без этого люди могут умирать с голода. Шохит. Он может стать военным. И он может воевать на стороне добра, быть защитником. Он может стать палачом, уничтожать преступников. Он может стать преступником и убивать честных людей. Он может стать, не дай бог, маньяком. То есть, то, что он будет проливать кровь, это факт. Вопрос его намерения. И его намерение будет как от имени Всевышнего. То есть, есть люди, которые... Возьмем, например, вы знаете, когда конкистадоры в Кортес, вот это был Кортес, они приехали в Южную Америку, там, где жили инки, вот эти вот ацтети. Я просто читал его дневники. Он говорит, мы зашли, а там человечество и жертвоприношение. И вот их храм там по колено крови, и, значит, черепа везде валяются. Эти идолопоклонники, они приносили человечество и жертвы. И этот Кортес, который был, он был такой, я не знаю, католик, кем он был, он говорит, все, мы должны были это остановить. И он вырезал. То есть, с каким намерением он вырезал. Или он за золото вырезал этих, я не помню, или инков, или ацтеков. Или он реально хотел остановить человечество и жертвоприношение. Мы не знаем. Но, как бы, вся история человечества была построена на борьбе людей за жизнь, за выживание, за все. То есть, были войны, были эти походы завоевательные и так далее. То есть, люди вынуждены были. Мы сейчас, слава Богу, я могу сказать, что, слава Богу, мы живем в такое время, самое райское время в истории человечества. Но люди совсем недавно, 70 лет назад, они прошли войну, в которой было убито 80 миллионов человек. Мы сейчас читаем газету какую-нибудь, вау, убийство. 50 погибло горняков там на шахте. Страшно, авария. Погибло 20 человек, 30 человек, 70 человек. 70 лет назад 80 миллионов человек были убиты. 80 миллионов были убиты всего 70 лет назад. Война, да? То есть, мы живем в то время, когда нам страшно, когда 50 шахтеров погибают на шахте, или там самолет падает, 80 человек. А войны были без остановки. Вообще, вообще без остановки. Сейчас от ковида за два года умерли 5 миллионов человек. За два года 5 миллионов человек умерли от ковида, да? А в начале века 18 миллионов человек умерли за два года от испанки, от гриппа. Понимаете? Детская смертность была 100 лет назад 50 процентов. В каждой семье половина детей умирали. То есть, мы живем в счастливое время, но можно было бы быть счастливым и радостным. Но человек все равно остался человеком. Его пугают какие-то вещи, и он там большую часть времени, он все равно испуганный, да? Вот. Хорошо, друзья, все. В общем, он благословил Иуду, сделал его царем, и сказал, не отойдет от тебя стипетр, да? Стипетр – это царская власть, от тебя не отойдет. Он ему это предсказал, и, значит, от тебя пойдет Машех, да? Машех придет от Иуды. Дальше был Звулун, он будет обитать на побережье моря. Исахар – он осел костистый, лежачий меж грани, и Исахар – это колено Исахара, они учили Тору, были такие мудрецы Торы. Значит, и Дан судить будет за свой народ. Это Шемшон был из колена Дана. И, значит, и дальше он закончил эти благословения. Вот сегодня мы закончили. Значит, Ли Шуа Теха Тивиси Ашем. Он говорит, на спасение твое надеюсь я Бог, сказал Яков. И на этом сегодняшний отрывок заканчивается. А завтра мы узнаем, что дальше было. Все. Всем удачи, успехов, прекрасного, хорошего дня. И поворачиваем. Главный рычаг, который есть, и его надо, вот мы это уже учили, прикрепить ко всему, что ты делаешь. Пусть все твои действия будут во имя Небес, во имя Всевышнего. Можно ко всему прикрепить благодарность, молитву и намерение, чтобы каждым действием служить Всевышнему. Все. И тогда, если мы, вот у нас сейчас там 220 человек, включимся, вокруг включится каждого по 10 человек 2200, по 10 человек 220, и дальше пошло-поехало, и Машеак придет в 22-м году. Видите, у нас все сейчас цифры. 2-2-2. 20-22 придет Машеак в следующем году. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok